На первой сессии мы с вами поговорим про генетику количественных признаков. Помните, я в самом начале говорил, что количественная генетика можно понять двумя способами. Классическое чтение — это, собственно, генетика количественных признаков. Но мы с вами будем про это дело говорить только 45 минут. Совсем целево, хотя многое, о чём мы говорили, конечно, находится. То есть напрямую, более того, без понимания этого дела, очень сложно понять, что происходит. Но на самом деле я давал количественную генетику в более широкой трактовке, как генетика, которая оперирует математическими моделями, точными понятиями. и количественными методами. Методы и модели количественных генетиков. Поэтому я говорю не количественная генетика, я пишу, а генетика количественных признаков. Генетика количественных признаков. Всего лишь два пункта. Размышкание на тему раскрасывания, на тему Менделевской и биометрической генетики. Две школы были. По-прежнему отслеживаются корни Менделевской и биометрической генетики. Заметьте, не генетики, а все-таки одна она генетика. Если бы мы с вами обсуждали этот вопрос сто лет назад, мне бы пришлось написать генетики. Потому что это были два совершенно альтернативных взгляда на генетику. Потому что жили-были в Менделевском органистах. В Менделевском органистах что было? У них были горохи и мухи, да? Все знают. Горохи. Менделев, его горохи знаменитые. Желтые горохи скрещиваем с зелеными горохами. Очень важно. Не просто желтые и зеленые горохи. Это потомки тех горохов, которые желтые. Они между собой, когда крестятся, они все время желтые. В каждом поколении желтые. Чистые линии, так называемые. Вы, зная популяционную генетику, теперь понимаете, что происходит. Происходит ингридель, теряется разнообразие. Они желтые, и зеленому там взяться неоткуда. Они потеряли зеленый адрес. Вот эти ребята зеленые, они наоборот. Их тоже крестили, крестили, крестили. Имбридинг у них нарастал. Распределение генетипов расползалось в края. И у них, значит, произошла фиксация в зеленом месте. Чувствуете, как это все завязывается в один клубок у нас с вами. В любом месте можно привязать разные интересные концепции. Что происходит, когда монах Мендель крестит свои линии зеленых и желтых горохов? Поколение родителей. Что происходит в F1? Все одинаковые. Все желтые. Все желтые. А дальше он начинает крестить желтый горох первого поколения между собой, и получает поколение 2. Филии 2. Цвай, я думаю, он говорил. Он по-немецки писал свои труды. Что он получает? Три к одному. Три желтых и зеленых. Раз, два, три желтых. Один зеленый. Ну а дальше начинаются интересные вещи. Если вы крестите зеленый, он остается зеленым. Если вы берете желтый, одна треть желтых дает только желтых потомков. А две трети желтых, они, будучи гетерозигодой, снова дают расщепление 3 к одному. И там начинаются очень интересные вещи. Вы можете ставить разные скрещивания, предсказывать результаты. Все прекрасно. Горохи. Одновременно возникают любители скрещивать мух. Красные глазки, крылышек нет. Что только нет у мух. Прекрасно. Три к одному. В начале века 20-го это становится страшно модно. Находить три к одному. Наверное, многие слышали анекдот про расщепление право и лево жующих коров. Что там на угу. Действительно, можно поискать. Полуанекдот. Серьезное. Но на самом деле очень много появляется, как всегда, когда что-то модное. Таких странных глуповатых вещей. Право жующие и лево жующие коровы, которые по Менделю расщепляются. Наследование склонности к плаванию по морям. Ну и так далее, так далее, так далее. Три к одному. Я же не говорю, что, например, плава желания или любовь плавать по морю не может быть генетически детерминированной. Практически все, хотя бы чуть-чуть, может быть. Знаете, вот это вот есть выражение, что деревянная нога не наследуется, а вот деревянная голова – да. Это в том смысле, что хотя потерять ногу в каком-то сражении морском – это, может, случайное событие, да. Но тот факт, что вас понесло в моря на пиратском корабле, говорит о том, что вы безбашены. А это точно наследуется, да? А вот психотипа и прочее. Вот, еще чуть-чуть это наследуется. Но, конечно же, право-лево жевание и о чем мы с вами по морям плаваться деревянной ногой – это не три к одному. И параллельно к этому миру начало XX века, где вещи серьезные, очень фундаментальные, начинают смешиваться за счет того, что это очень модно, со всякими глупостями. Существует старая добрая английская традиция – геометрическая школа генетики. Она имеет в своей форме в таком знаменитом человеке – Фрэнсис Гальтон его звали. Значит, он жил и работал в XIX веке в викторианской Англии. И, значит, он смотрел на сходство между родителями и потомками, между родственниками. Например, он такую вещь смотрел, он брал… Давайте я по-другому нарисую. Он брал родителей и потомками, измерял рост у всех троих. И, значит, смотрите, у него по оси X было среднеродительское значение роста. То есть берем папу, маму, складываем их рост и делим пополам. То есть среднеродительский рост. А, значит, он где-то откладывает рост вот этой пары родителей и смотрит у потомства какой рост. Вот где-то здесь. Потом он следующую пару родителей берёт, считает, строит другую точку. И, значит, он получает много-много точек. А дальше он начинает смотреть, что происходит, когда среднеродительский рост растёт с ростом среднего потомства. Да? У меня к вам вопрос. Чего он видит? Что? Верегреть. 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 А, так вот. А, вы пока молчите. А, зависимость какую-то видит, да? Растёт кто-то сказал, да? Когда мы смотрим на увеличивающий среднеродительский рост, рост потомства растёт, кто-то сказал, да? Логично. Значит, тут возникает какая-то прямая, да? А, значит... А номер поколения где откладывается тут, или это неважно? Нет поколения. Мы берём, значит, вот, пару родителей и потомка. Пару родителей и потомка. Вот это среднеродительское по иксу, а вот это вот рост потомства. Рост потомства. Значит, у нас какая-то зависимость, которая растёт, да? Коэффициент регрессии возникает, да? Вот здесь вот какая-то b, да? Коэффициент регрессии. У меня вопрос, это b больше нуля или меньше нуля? Больше. Больше нуля, да? Потому что мы сказали, что она растёт. Она больше единиц или меньше единиц? Меньше. Меньше единиц. А почему? Потому что там какие-то другие факторы? Ну, я вот так. Это не полная зависимость. Я могу нарисовать такой шарик, в нём β будет 1. Да, β это шкала. Более того, переходя из роста в метров потомства в рост в сантиметров, я β на 100 умножать должен. То есть β1 это не идеальная зависимость. Это корреляция 1. Идеальная зависимость. Я спрашиваю про эвцент регрессии. Кто-то что-то говорил? Что? С взрослым топом. Единица, то есть. Хорошо. Нет, нет, хорошо, хорошо. Ровно. Ровно единица. Хороший вариант, не правда, но может иметь место быть в теории. Как крайний случай. Ровно единица. Я уже попросил, что мне там дважды сказали. А, дважды сказали. Хорошо. Значит, смотрите, тут такая есть история, что термин регрессия, не тем двум, которые вы знали, а трем. На самом деле, если вы их прислушаете, он звучит довольно негативно. Регрессия. Хуже стало, меньше. На самом деле, он на отдел смотрел, это он придумал. Он назвал это регрессией, и мы этим пользуемся, забыв об изначальном значении. Он обнаружил, что на что бы он ни посмотрел своим методом, эта бета меньше единиц. Получается такая штука, что у него всегда, если родители очень высокие, то потомки, они не такие высокие, как родители, они к популяционной средней регрессируют. Регрессия, в негативном смысле. А с другой стороны, если родители очень низкие, то потомки получаются более высокие, чем они. Тоже к средней это тянется. Он назвал это regression towards mediagresity. Сами переводите. Для меня звучит прям оскорбительно. Вот про Гальтона. Он интересными вещами занимался. Но кто после него, биометрическая школа генетики. Берём родственников и смотрим зависимости между признаками. И скажите, где тут три к одному? Где тут три к одному? И где тут может быть три к одному? И поэтому, когда эти ребята слышали про левожующих коров, они с полным основанием говорили, это бред собачий, чем вы занимаетесь. Может это верно для горохов и для мух. Но вот у человека рост, где вы видели три к одному? Они ещё изучали интеллект. Многим интереснее больше. Не было три к одному, пока в 1918 году Другое знаменитое имя. Кто? Кто объединил две традиции? Знаменитое человечище. Никто Фишер. Святая троица количественной генетики. Холден Райде Фишер. В данном случае он сказал, что всё это хорошо, но как-то не очень здорово, что у нас две генетики есть. Сейчас я написал генетика, а до Фишера пришлось бы написать генетики, потому что вообще никакого перекрывания, никакого внутреннего способа содержания. Эти менделирующие факторы, как их воткнуть в эту историю, совершенно непонятно. Никто не понимал. Фишер был умён. И он сказал, что мы рассмотрим менделирующий фактор. Ген. А, В, значит, мы знаем, что если куча частота В, давайте сделаем такую штуку АА, АВ, ВВ. И вот у нас предположение Харди Вайнберга. Мы говорим, что это 0, 1 или 2 копия В. Это значит бинамиальный какой-то процесс. С числом N на 2, а частотой события QO. Случайные переменные, да? Случайные переменные. И вот если бы мы сказали, что вот такой ген менделевский влияет на количественный признак, да? Аллель А ничего не делает, а аллель В прибавляет 10 сантиметров, да? Мы бы, значит, увидели, что люди делятся на 3 кучки. Каждая кучка на 10 сантиметров выше другой. Но мы этого не видим. И в этом-то проблема, почему не срастается биометрическая и менделевская генетика. А дальше он сделал замечательную вещь. Он сказал, а что если этих менделевских факторов много? Сказал немного. И эффекты суммируются. Первое предположение. Много. Второе. Действует аддитивно. Аддитивность. Эффекты суммируются. Ого! А мы говорим тогда, ого! Тогда у нас вот этот эффект генетический будет, а значит, будет он сумма по и от единицы до много. Сумма это аддитивность. И сумма идет до много. Это много, да? Аксиитов. Диоксиитов. Это беномиальные какие-то штуки, да? А дальше происходит замечательная вещь. По предельной теореме вы говорите, а мне даже не важно, какое q у них. 0,5. Не важно. Если их много, мне не важно, что они даже беномиальные по большому счету. Но это будет важно потом, когда вы начнете описывать в дальнейшем эти процессы. Вы говорите, что эта штука превращается в нормальное распределение. Сумма многих случайных величин распределена нормально. Все. И если вы посмотрите на эти количественные признаки, на которые гальтоны его последователи смотрели, они распределены нормально. А дальше вы еще добавляете предположение, что гены не определяют 100% на этот признак, что есть шумовой эффект среды, и вы получаете полигенную модель. Смотрите, это очередной конь в вакууме. И он в очередной раз описывает реальность очень хорошо. Где вы видели бесконечное множество независимо сегрегирующих мендельевских факторов. Нет такой штуки, да? Нет такой штуки, которая сливается в безумном экстазе с порождением нормального распределения. Есть хромосомы, здесь люди. Он описывает, очень хорошо описывает множество кеноменов, наследование количественных признаков. Смотрите, я вам дал эту основную идею, сейчас мы перейдем к основным формулям. Вопросы по основной идее есть? Да. Он предположил, что есть бесконечно много вот этих генов, независимо сегрегирующих, с аддитивными эффектами. Их очень много, и эффекты очень маленькие. Получается как раз, что весьмалая часть распределена тогда бенемиально, в противом случае нормального распределения бы не было. Да нет, дело в том, что определенная теорема вам говорит, что сумма большого числа случайных величин любого распределения… Нет, она, наверное, только если нет какого-то независимых. 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 Да? То есть они у меня, я вот то, что сказал, да, там бесконечное число независимо сегрегирующих, да, такого нету. А работают, да, как хардивайнер. Нету пруда с лягушками, а работают. Да, это вот самые прекрасные наши кони. Да, коллегенная модель – это один из прекраснейших коней, порожденных мыслью генетикой. А три к одному тут? А тут нету три к одному. Тут у нас и получается, что вот распределение там роста, потомков, родителей, да, там, значит… Ну, в общем, воспроизводятся все зависимости из этого соображения, которое наблюдается. Дело в чем, Гальфман это все видел, он видел, что там разные признаки, разные кривые, да, и, значит, он… У него, если вы посмотрите статьи, там очень забавно, у него какие-то системы гирик нарисованы, вот. Он говорит, вот если мы вот, ну вот, отвлечемся от реальности, и вот сделаем такую систему блоков, то вот комбинируя веса гирик, мы опишем вот эту кривую, да, то есть, ну… А здесь это все описывается вот этими медицинскими факторами, да, что объединяет две традиции. То есть тут же важно не то, что… Ну, конечно, важно, что вот он придумал такую штуку, да, но я еще там десять штук придумаю, которые будут вот это объяснять, да. Там гирьки какие-то, еще что-то, да. Там умные люди всегда могут придумать объяснение, да. Самое мощное это в том, что это объяснение, оно и тут работает, и тут, да. Он объединяет то, что кажется совершенно разными наблюдениями. Три-один зеленые и желтые горохи, да, и распределение роста потомства родителей зависимость, да. Он говорит, а там вот если вот по-прежнему у нас вот эти медицинские факторы, да, ну тут просто много. Это вот в этом его, значит, прорывность заслуги и так далее, да. Пойдемте дальше, очень быстро мы с вами пройдемся. Значит, мне важно, чтобы вы поняли вот этот принцип, да, что такое полигенная модель и почему это очень-очень слово такое, да. Вот, потому что все остальное это какие-то формулы, да. Но если вы понимаете, как это там работает, откуда уши растут, то в них вы всегда сможете.